Привет, с вами Лена и это новости объединения церквей Краугольный Камень. Сегодня в выпуске. Новогодние рождественские праздники в Ачинске, праздничный концерт для детей в Барабинске, детские площадки Новосибирск, рождественские праздники в Нижнем Новгороде, Ачинск, вечер хвалы, акция «Подари ребенку чудо» в Томске, «Подари ребенку Рождество» в Новосибирске и встреча с Валерием Чередниченко в Санкт-Петербурге. А теперь обо всем подробнее. Церковь Прославления города Ачинска 25 декабря отметила Рождество Христова праздничным концертом. У кого самое счастливое Рождество? У тех, у кого на празднике сам Христос. Его присутствие рядом можно ощутить вполне реально. Оно выражается в счастье, улыбках на лице, готовности дарить позитив себе и окружающим. Именно такая атмосфера царила в нашей церкви 25 декабря. В этот день думаешь о том, что когда-то Господь ходил по этой земле, начинаешь представлять Его, какой Он был великий, всегда людей любил всех. И в этот день кажется, что ты под Его покровом еще больше находишься. На праздник принято дарить подарки. А что мы можем подарить Иисусу в Его день рождения? Конечно, чтобы мы исполнили волю Его Отца, попросили прощения и покаялись в своих грехах. И в этот рождественский вечер возможность примириться с Богом была у каждого. После праздничной концертной программы состоялась общая для всех молитва покаяния и исцеления. Когда Иисус, Он вошел в свое служение, Он сказал такие слова, что Дух Господень на мне. Он помазал меня проповедовать нищим, исцелять соброшенных сердцем, проповедовать пленному освобождению, слепым праздвением, отпустить измученных на свободу. Вообще это цель, для чего пришел Иисус. Он пришел в этот мир, чтобы родиться и умереть за нас, за тебя и меня, и всех людей на земле. И именно Он ответил на главный вопрос человечества. Как быть счастливым? Нужно просто любить родных, друзей, врагов и, конечно же, Бога. Наступил 2013 год. В Центре адаптации населения в поселке Симонова встретили Новый год одной дружной семьей. Никогдашеньки такого не ели. Хоть Симонова поедим. Не часто встретишь такое разнообразие в меню. Всевозможные салаты, горячие гарниры. Но пока все блюда только в стадии приготовления. Украсить спешат не только новогодний стол. Подготовка к празднику идет везде. И через каких-то три часа все преобразилось. Новогодняя ночь вступила в свои права. Вместо шампанского на столах лимонад. Вместо речи президента – поздравления пастора. Голубой огонек тоже можно увидеть. Причем не с телеэкрана, а вживую. Для гостей приготовились сценки и музыкальные номера. Стереотипы разбиваются. И тогда понимаешь, настоящий Новый год должен выглядеть именно так. Я проходила реабилитацию в этом центре. И мне все стали такими родными и такими близкими. Я захотела Новый год праздновать в молитве с родными и близкими. Также за столом присутствовали иногородние гости. Александр и Евгений – миссионеры. А вот в Ачинск приехали не на миссию, а на каникулы. Когда-то они проходили здесь реабилитацию. Сейчас проходит миссионерский учебный курс в Новосибирске. Все то время, наверное, которое мы учились, мы очень часто вспоминали о том месте, где мы родились, слышали, где нам помогли стать на ноги людьми перед тем, как выехать на миссию. И мы приехали сегодня как в Симово, в родное Симово, в тот центр, где мы проходили реабилитацию, служили. Встретить главную ночь года в кругу своей семьи, наверное, это самый лучший вариант новогоднего праздника. А у верующего человека, пожалуй, самая большая и крепкая семья. И это не может не радовать, ведь сколько у нас братьев и сестер, столько и подарков, поздравлений и благословений. А как отмечали Новый год в церкви прославления города Ачинска, вы узнаете в следующем репортаже. Добрая традиция встречать Новый год в церкви. Приятно ощущать себя семьей, благодарить Бога за уходящий год и молиться о благословениях наступающим. Особенное помазание пребывало в зале перед наступлением полуночи. Слова пастора звучали особенно торжественно и касались сердец. В молитве и хвали мы вошли в Новый год и затем наступило время поздравлений. Радостные улыбки, объятия, теплые слова. Как это согревает душу каждому человеку. А после молодежь устроила праздник. И снова все было по-семейному. Большой стол, интересные конкурсы, которые проводили сами ребята. Быть в Новый год в церкви, это значит быть в большой семье, где каждому рады. И главное, рядом с нами Бог и этот предстоящий год мы посвящаем Ему. 6 января 2013 года в честь Рождества Христова в церкви Краеугольный Камень города Барабинска прошел праздничный концерт для детей. 6 января в церкви Краеугольный Камень города Барабинск прошел праздничный концерт для детей. На праздник пришло 18 детей со своими родителями, которых приглашали прихожане церкви. И еще 5 детей были из малоимущих семей благодаря сотрудничеству с соцзащитой. Для детей была подготовлена программа, в которую входило детское прославление на тему Рождество, игры для того, чтобы дети могли познакомиться, сценка, показывающая, что же такое Рождество. И, конечно, проповедь пастора о Рождестве. Как и полагается в Рождество, никто из пришедших не остался без подарка, а в заключении было чаепитие и теплое общение. Надеемся увидеться вскоре вновь. В конце декабря церковь Краеугольный Камень Нижнего Новгорода отпраздновала рождественские праздники в виде детского представления и рождественского концерта для всех желающих. Рождественские и новогодние праздники – пора радости, подарков и праздничного настроения. Именно к этому времени церковь Краеугольный Камень города Нижний Новгород так долго и тщательно готовилась. Началось 22 декабря с детского представления. Рождественский праздник для детей организовало молодежное служение церкви и ребята из общественной организации «Мое поколение». Дети весело и интересно проводили время, рассказывали стихи, пели песни, отгадывали загадки. Каждому достался подарок и хорошее настроение от проведенного времени на детском празднике Рождества. А 24 декабря церковь организовала большой рождественский концерт, на котором присутствовало множество гостей. Прославление долго готовилось и репетировало перед своим выступлением. Все песни были посвящены рождению нашего Спасителя. Кто-то плакал, кто-то ликовал, но всех нас переполняла радость и рождественское настроение. В конце праздничной программы мы с зажженными свечами славили Бога и всей церковью благодарили Его за любовь к нам и рождение младенца Иисуса. На новогодних каникулах в церкви Краеугольный Камень города Новосибирска проводилась площадка для детей от 10 до 14 лет. Цель этого мероприятия – рассказать подросткам о том, что семья – это Божья идея, его задумка, чтобы дети росли и воспитывались в семье. Ведь только в семье ребенок может стать полноценным человеком, потому что восполняются все его потребности в любви, принятии и признании. Богом задумано, чтобы родители воспитывали, наставляли и, когда требуется, наказывали своих детей. В программе площадок были не только библейские уроки, но также различные игры, творческие мастерские, просмотр кино и поход на каток. А завершилось это мероприятие в спортзале семейными стартами, где дети вместе с родителями участвовали в спортивных эстафетах и играх. В этом спортивном празднике приняли участие как семьи из церкви, так и семьи, которые пока еще не являются ее частью. Все участники стартов были награждены золотыми шоколадными медалями. И все получили огромное удовольствие от общения друг с другом. На рождественских праздниках в гостях у церкви Краеугольный камень города Санкт-Петербурга был исполнитель авторских песен Валерий Чередниченко. Для нас было огромной радостью встречать у себя в гостях Валерия Чередниченко. Мы очень рады, что Валерий нашел время в своем расписании, чтобы послужить нам. Его первое служение у нас состоялось перед Рождеством, 23 декабря. Валерий делился с нами словом, а после исполнял собственные песни, что стало огромным благословением для церкви. После наступила череда рождественских и новогодних праздников, но по их завершению было запланировано долгожданное и важное мероприятие. Это семейный ужин под названием «Музыка при свечах». И вот 7 января настал этот день. Для нас это первая практика подобного служения, и мы очень рады, что именно Валерий стал для нас примером в проведении подобных вечеров для семейных пар. Были накрыты 10 праздничных столов. Все места оказались занятыми. Романтическая обстановка вечера погружала пришедших гостей в атмосферу первых, незабываемых встреч и их знакомства. Вечер был наполнен музыкой, песнями и чтением стихов о любви. Было заметно, как пришедшие пары становились все ближе друг к другу. Атмосфера уюта располагала к общению, а сердца – к новым чувствам и желанию стать еще ближе и родней друг другу. В конце вечера семейные пары были вдохновлены на новые шаги к укреплению отношений. Для нашей церкви это очень необходимое служение, которое в дальнейшем мы собираемся практиковать и развивать. И напоследок хотелось бы сказать огромное спасибо Валерию Чередниченко за его открытость. Мы будем рады вновь приветствовать его у себя в Санкт-Петербурге. «Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его» Псалом 99. В городе Ачинске состоялся вечер хвалы и поклонения. «Я навижу его благо, что он стрелал на меня, как навижу его благо, что он под меня будет, развивать, 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 хрень, хрень». Церковь прославления пребывает в прославлении Бога. Уже давно стали традицией молитвами вечера благодарения, хвалы и поклонения. «Каждому верующему есть за что славить Бога». Так перед хвалой прозвучали несколько свидетельств о том, как Господь отвечает на молитвы и творит чудеса в жизни верующих. Этот вечер был знаковым для церкви, потому что он прошел 29 декабря в канун Нового года. Это возможность оглянуться назад, воздать Богу славу за его дела. Библия говорит, что Господь обитает в словословии своего народа, потому прославление – это неотъемлемая часть жизни верующих. Томская церковь прославления приняла участие в акции «Подари ребенку чудо». С 8 по 30 декабря в городе Томске проходит акция «Подари ребенку чудо», организатором которой является благотворительный фонд «Рука помощи». Цель этой акции – подарить детям, лишенным родительского попечения и заботы, чудо. Каждый ребенок написал тот подарок, который он хочет, и желанием организаторов было купить и подарить им именно этот подарок. Сбор средств на проведение этой акции осуществлялся в городе Томске и Северске. В точках сбора пожертвований стояли волонтеры, которые рассказывали об акции, а также на елке висели фотографии детей с их желаниями. Дети написали, каждый ребенок написал свое пожелание, и поэтому на елке можно увидеть конкретные желания каждого ребенка. То есть они могут поучаствовать, либо купить конкретный подарок данному ребенку, либо пожертвовать в деньгаме. То есть это и выбор, и в деньгам. Благодаря людям, которые хорошо открикались на эту акцию, проект охватил 8 детских домов и реабилитационных центров в Томске и Томской области, и более 600 детей. Я думаю, что у каждого сегодняшнего ребенка, который просит всего о празднике, осуществлялся его мечта, это то, что он просил у Деда Мороза. Потому что мой год в России, наверное, это самый сказочный, самый удивительный праздник. И мы очень рады дружить с фондом, потому что даже когда мы видим, когда наши ребятишки получают подарок, и мы выращиваются слезами в глаза, потому что это очень приятно, это очень здорово, и огромное-преогромное вам спасибо. Мы очень рады с вами сотрудничать. Наш праздник прошел в благоприятной и дружеской атмосфере. Ребятишки очень довольны и счастливы. Все получили то, что они загадывали. Дети поверили все-таки в чудо, мечтали, что все мечты сбываются. Организаторы и участники акции «Подари ребенку чудо» готовили не только подарки для детей, но и театральную постановку, в которой рассказывали о Рождестве. Дети очень радовались празднику, и особенно тому, что их желания исполнились. Для них это было чудо. По мнению организаторов, такие проекты нужны, чтобы подарить детям внимание и заботу, которых им не хватает. Фонд «Рука помощи» совместно с церковью «Кроугольный камень» города Новосибирска провели ежегодную благотворительную акцию «Подари ребенку Рождество». В Новосибирской области прошла ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку Рождество». В рамках акции проводился сбор средств и подарков в крупных торговых комплексах для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. В некоторых торговых центрах стояли рождественские елки с украшениями в виде фотографий и имен детей, с обратной стороны которых были написаны их сокровенные желания. Посетители охотно подходили к организаторам акции и интересовались желаниями детей. Кто-то добровольно дарил подарки, а кто-то жертвовал деньгами. На территории кинотеатра, на территории боулинга мы поставили елку, и на елку мы повешали письма, которые писали дети. Всем посетителям кинотеатра, боулинга предлагается поучаствовать в этой акции. То есть человек может с елочки взять любой подарок, выбрать, купить здесь где-то в моле и принести нам. Естественно, мы передадим все это для детских домов. Люди покупают телефоны, фотоаппараты, машины на пультах. В общем, все классно. Рождественскими подарками смогли обеспечить 415 детей в Новосибирской области. Конечно же, всем и сразу помочь невозможно. Но зато мы смогли сделать счастливее несколько сотен детей, которые не имели возможности получить рождественский подарок, о котором они мечтали. И с каждым годом данная акция включает все больше городов по всей России. Тем самым с каждым годом возрастает исполнение детских желаний. Другие новости смотрите на сайте Объединения Церквей «Краеугольный камень». С вами была Лена. Всего доброго. До новых встреч.